Рецепт очень простой. Одно ведро пшеницы, одно ведро кукурузы, пол ведра макухи, четверть ведра соевого шрота, 200 грамм минерола и килограмм пурины. А теперь с этого места поподробнее. А всем привет дорогие друзья, с вами снова я Алексей Василенко и добро пожаловать на мой канал домашней минифермы Кобилецкая перепелочка. И сегодня в этом видео я расскажу вам как сделать комбикорм для перепелов мой новый рецепт. Поехали! У меня на моем канале уже есть два видео на эту тему. Ссылочки на те видео я оставил внизу в описании, поэтому если кто еще не смотрел, то пересмотрите их. Потому что многих вещей я говорить не буду, не буду повторяться. Сегодня мы сделаем такое коротенькое видео, чтобы вы поняли какие все-таки изменения произвелись в рационе корма для перепелов. Вот у меня есть вот такое ведерышко. С помощью него я делаю замеры зерна. Вот на нем есть отметки литража. Сначала набираем пшеницу, 9 литров. Потом вот у меня есть вот такая зернодробилочка. Это зерно через нее я пропускаю два раза. И когда оно перебивается, оно встает объемом 11,5 литра. То же самое делаем с кукурузой. 9 литров берем, два раза пропускаем через зернодробилочку, получаем 11,5 литра битой кукурузы. Итак, на приготовление комбикорма уходит одно ведро пшеницы, одно ведро кукурузы, пол ведра жареной битой макухи, 5,5 литров, четверть ведра битого соевого шрота, очень мелкая фракция. А также вот такие две добавки. Эта добавка называется минерал, ее нужно 200 грамм. И вторая добавка, это добавка пурина, 5% премикс. Ее нужно добавлять килограмм. Здесь на отметке отмечено полкилограмма. Это у меня в руках литровая банка. Код товара этой пурины вы сейчас видите на своих экранах. Это добавка для курей несушек. И о ней вы также можете прочитать в интернете. В нашем городе она продается только в одном магазине. Постоянно она в дефиците. Но именно без этой добавки перепела не хотят нести яйца. И после того, как мы это все дело намешаем в вот такую ванночку, выходит ровно 20 килограмм комбикорма. Раньше я делал на полную ванночку, но теперь делаю на половину. Потому что так удобнее это все перемешивать. И последнее, господа. Во время приготовления комбикорма рекомендую вам использовать вот такую маску. Ее можно купить в любой аптеке. И называется она респиратор. Ну а если видео вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А с вами был Алексей Василенко. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова